В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я. История». Ее сегодняшняя страница посвящена ярославскому студенчеству в годы Первой мировой войны. Слово автору рубрики Сергею Муравьеву. Ранняя осень 1914 года. Студенческая среда, забыв в этот тяжелый период все революционные идеи, так же, как и все население империи, переживало небывалый подъем патриотизма. 23 октября 1914 года ярославские семинаристы вышли на манифестацию с национальными триколорами, портретами государя-императора и щитами с надписями «Да здравствует русская армия!» «Долой врагов славянства!» и «С пением национального гимна!» Студенты направились по Рождественской улице к Спасскому монастырю. Встретились с архиепископом Агафангелом у его покоев, где владыка произнес речь и благословил молодых патриотов словами «Дай Бог, чтобы эти чувства не были эффектом! Не допустите себе чего-либо плохого, недоброго! Возможно, что вам не придется выступать против врага с оружием в руках, но для вас есть другое поле деятельности!» «Вы можете оказать помощь по уходу за ранеными!» Предупреждения владыки не допускать чего-либо плохого были не лишними. И надо сказать, когда в обеих столицах ура-патриоты громили витрины немецких магазинов, в Ярославле манифестации, подобные этой, проходили спокойно и размеренно. Из Спасского монастыря семинаристы пошли к церкви «Знамение». Проходя мимо лазарета и казенной палаты, юноши приветствовали раненых солдат, а у церкви Ильи Пророка запели хором «Вечную память погибшим в боях защитникам Отечества». Далее студенческие ряды направились к губернаторскому дому, где к манифестантам вышел сам граф Татищев и произнес краткую и эмоциональную речь о патриотизме и победе русского оружия. Подобные демонстрации проходили в городе повсеместно, как с участием молодежи, так и при поддержке фабричных рабочих. Революционеры левого толка на время остудили свою активность, так как национальный лозунг за веру царя и Отечества был возведен в абсолют. Увы, ненадолго. Интересный факт. В сентябре 1915 года на социалистической конференции ее участники поддержали идею о необходимости поражения собственного правительства в империалистической войне. Предательство, оправдываемое революционными идеями. До краха оставалось всего два года. А в этот период каждый ярославец считал помощь фронту своим святым делом.